МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфиры новин в Витебской области у студии Наталья Байнарович. Витаю вас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Патриотичные, социальные и экономические проекты. На посажении комиссии открытого конкурсного отбора проекта громадянских инициатив на территории Витебской области расследовали 17 пропанов от Ижихаров Пауночного региона. Идеи, связанные с увековечением памяти советских солдат, доброупорядкованием территорий, створением гульнявых зон, махчимостей для безбарьерного сяродя. Старшиня Витебского областного совета депутатов Дмитрий Дямидов подкреслев, треба створить механизмы реализации этих проектов до конца бягучого года. Забеспечение контролю за имя, как накерованные с бюджету, альбо притягнутые в якости суместного финансования сродки на поддержку проектов, были выкористаны по призначении, а инициативы принесли корысть людям. При формировании бюджета на текущий год депутатами было предусмотрено определенное финансирование тех инициатив, тех проектов, которые поступят от гражданского общества, от депутатского корпуса, от общественных объединений. В первую очередь, конечно, этот проект направлен на то, чтобы как можно больше вовлечь людей, проживающих в той или иной местности, в реализацию проблем, которыми они сталкиваются. Все лето в конкурсе удельничали больше за паусотню проектов громадянских инициатив. В 2025 году лепши идеи у вас вобицы у життю. У Витебской области будет распрацованный правовый механизм по их реализации. Переполненные сметтем контейнеры, старые сметтевозы, недохоп линии сортования отходов и в той же час недозагрузка сметтеперепрацовочих заводов. На посаджении коллегии Комитета дежконтролю Витебской области разледили пытания об выниках контролю за выконанием доручения кероника державы по обыходжении с отходами и выкористании другосных материальных ресурсов. В 2021 году введены в эксплуатацию сметтесартовальный завод в Витебске. Уж не в ней 2023-го побудованный региональный комплекс по обыходжении с твердыми коммунальными отходами Орши. А зараз возводят Новополоцкий региональный комплекс. А ледогэт ульёс недохопы в глине обыходжении с отходами. Скрыты факты захоронения вторичных материальных ресурсов на полигонах без их переработки, поскольку практически в половине районов области отсутствуют линии сортировки смешанных коммунальных отходов. Создание региональных комплексов по обращению с ТКО во всех регионах планируется, однако сроки реализации этих проектов определены на отдалённую перспективу до 2034 года. Износ мусоровозов не позволяет предприятиям ЖКХ обеспечить своевременный вывоз отходов с контейнерных площадок. И, как следствие, возросло количество обращений граждан в службу 115 на невывоз контейнеров с мусором, а также крупноговоритного мусора. Отдельными располкомами не обеспечивается выполнение заданий по сбору вторичных материальных ресурсов, таких как бумага, стекло, подбутылка. Держ контроль Витебской области распроцовау пропановы по выправлении негативных тенденций у этой сферы. Деля удосконаление работы по обыходжению с отходами и выкорыстании другостных материальных ресурсов, пропанують повеличить охоп насильництва особным сбором сметти и выключить факты без контейнерного сбору. Прыгожая и перспективная. 18-гадовая тракторыстка с Докшицкого района покарая палетки и интернет-прастору. Як затекавить молодь, паисти працаваць у агропрамысловый комплекс, задача, с якой паспяхова справляюцца у господарцы Бягомыцкая. Тут, под керовництвом досвеченного агрария, сформировалась молодая команда. Подробясь ней в наступном материале. Мама мне такая говорит, иди в Бягомыцкая олла. Я такая, почему бы и нет. Александра Москалейчик – не из несмелых. Филигранно керует трактором, а при необходности может и одрамонтовать сельгаз-машину. Ролики у ТикТок с девчиной за рулем набирают популярность. Александра 18 скончила аграрный колледж и пришла працевать на молочно-товарную ферму, где ей доверили керовать трактором. У нас директор самый хороший, заведующий, получается, на матка. Вообще, просто супер. Не жалею вообще. Даже очень рада. Тем более, мечта детства. Почему бы не попробовать? Жизнь все-таки одна. Саша – сошмадетный семьи. С детинства допомагала по господарце. Дома кони, коровы и дробная живность. Отсюль и любого до сельской працы. Хоча освоить и иншую технику, а в перспективе – отримать диплом инженера. Проще на земле работать, потому что я сама из деревни, вот это все привыкшая работать с детства. Хозяйство держим. Такое немаленькое. Раньше четыре коровы было. Конь, получается, гуси, утки, вот это все, куры, колики. А сейчас две коровы, так и конь. Мама для красоты для себя держит кататься. Город – это самотоха, вот это вот все. Только если поехать на учебу, там так освоиваться. Так нет. Молодый специалист проводит экскурсию по комплексе. Догледженная территория за культурными кветниками. Стена, упрыхоженная тематичными малюнками, охотка, з'явится и новая композиция. Недавно заклали вишневый сад. И у сёга-то зарабили работники своими руками. Нам хочется, чтобы был у нас порядок. Стараемся и делаем все, для того, чтобы было все хорошо у нас. Комбайны на полях с кукурузой. Убрали каля 80% уплощил. Лидируют. Тракторы заденечны на селбе озимых сборжевых. Это свежий воздух, это работа с людьми. Это очень хорошо. И это очень хороший вклад. Я делаю в страну продовольственную безопасность. Мне это нравится. Мне нравится работа на земле. Если любить свое дело, с любовью относиться к своей работе, к земле, то и она будет давать очень большую отдачу, потенциал. Работы хапает не только у полях. У господарцев взводят сучасный молочно-товарный комплекс, каб отримливать молоко высокого класса. Подобный у Бяхумельским уже есть. И он доказал эффективность. За харчовую безопасность отказывает молодая команда Аграреу. Тут кожны затекавлены у вынеку. Мы должны в первую очередь работать на наших людей, чтобы они зарабатывали заработную плату, и на безопасность страны. Сегодня, выполняя госзаказ, мы его выполнили полностью на 100%. И поколь у инших господарков задаются питанием, как популяризовать сельгазпрофессии, у Бяхумельским доклад наведают. Вот такими прикладами молодых и перспективных. Юлия Устинова, Марина Романовская, Михаил Христофоров. Новины. Докшицкий район. Прокуратура Витебской области накеровала у суд Поставского района криминальную справу по обвинувачиванию двух службовых особ с предприемства у Пауношного региона у крадяжи. Шляхом злоуживания службовыми полномостями, учиненным группой особ. Яны выкрыли больше за 9 тонн сбожжа, по коштам каля 5 тысяч рублей. И продали его у инший район. Правоохранники конфисковали выкраденное и вернули предприемству у полном объеме. Согласно материалам дела, начальник производственного участка, а также техник лаборанта по совместительству мастер, в период с 31 мая по 1 июня текущего года, достоверно зная об излишках зерна пшеницы, не отраженных в бухгалтерском учете, в том числе по причине внесения ложных сведений в складские отчеты, похитили данное зерно массой более 9 тонн, стоимостью свыше 5 тысяч рублей. Похищенные реализовали жителю другого района, а вырученными деньгами распорядились по своему усмотрению. Мужчинам погрожая обмежавание воли на термин от 2 до 5 годов, альбо позбавление воли до 7 годов со штрафом и с позбавлением права займаць пылные посады, альбо займацца пылной дейнастю. Затрыманы наркокурьеры. У Оршанским районе супрацовники наркоконтролю и Держа Аутоинспекции Оршанского районного управления внутренних справ затрымали 17-годового непрацующего и 18-годового наученца колледжа. В ходе личного обыска у старшего из них оперативники обнаружили и изъяли особо опасное психотропное вещество альфа-ПВП общей массой более 50 граммов. Установлено, что 17-летний подросток работал на интернет-магазин по продаже наркотиков около двух месяцев. В день задержания молодые люди отправились в лесной массив, расположенный в Витебском районе, где забрали психотроп. По указанию куратора, наркотик нужно было расфасовать на мелкие партии и разложить потенеку. Но это им сделать не удалось. Возвращаясь обратно, аршанцы были задержаны сотрудниками милиции. Следшими узбуджена криминальная справа за незаконный оборот наркотиков с метой сбыту. Фигурантам погрожает до 15-ти годов по сбавлению воли. Черговая жесткость латвийских силовиков. Напереды дни люди у форме сбили и выштурхали на территорию Беларуси громадянина Индии. Знеселенного мужчину покинули без речи, леков и грошей. Об жесткости, якой нема оправданне наступный материал. Гэтага замученага мужчину, який просить об допомозе, завут Джой Бисвас, яму 34-й он зынды. Вырос у вельми бедной семьи и хотел иншага життя для своей женки и маленького сына. Мару трапить у Францию, а оказался под латвийской алюминиевой сеткой. Збиты европейскими силовиками. Без грошей, особистых речу и документов. Меня очень сильно избивали люди в форме. Их было несколько. Это латвийские военные. Они были вооружены. У меня с собой были деньги. Их для меня собирала вся моя семья. Их тоже забрали. А паспорт разорвали прямо у меня на глазах. И вот я здесь. Мы видим беззаконие, которое происходит на латвийском и литовском участках. Его вытолкнули латвийские силовики. Они применяли к нему жесткую физическую силу, били ногами и руками. Першую допомогу сбитому мужчину оказали белорусские пограничники. Йондоу Хичас был без воды, не мог самостойно перемещаться. У Брасловскую центральную районную больницу поступил со шматликими пероломами костей ног. Зараз громадянин Инды под назиранием белорусских медиков. Спасибо всем, кто мне помогал. В Беларуси очень хорошие люди. Они меня спасли от смерти. Я лежал и просто умирал. Там, в Латвии, меня очень сильно били. По ногам, по лицу. У меня шатаются зубы. Мне было очень больно. Так нельзя поступать с людьми. Пациент поступил с сочетанной травмой. Закрытый перелом обеих лодыжек правой голени с вывихом стопы и закрытый перелом левой пяточной кости. Пациент получает медицинскую помощь в полном объеме, которая необходима при данной патологии. Джой каже, что про выпадки, когда европейские силовики сбивали беженцев в чу, а ли такую жорсткость и уявить не мог, тя першат шу на сабе. Про гуманность, демократу и правы людей в Европе только говорить. А реальная картина возжая на мужчина, який просит об допомозе, отрымливая ботом потвары. Только за то, что он на думку квитней у чеха сада «Я просто хотел жить в цивилизованной стране. Они ведь так гордятся европейскими странами. А на самом деле у меня просто не хватает слов». Мужчина рассказал следователю, что был зверски избит латвийскими военнослужащими. После акта жестокости его вынудили перейти границу с Беларусью. Следователь осмотрел место происшествия, опросил пострадавшего, назначил судебно-медицинскую экспертизу. По данному факту, Брасловским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Джой Вельми просит показать его историю на весь свет, верить в силу слова и справедливость, а еще в человечность. Не глядячи на тое, что про всех этой каштовности уже давно забылися в европейских краинах. Сергей Скол, Марина Романовская и Михаил Христофор у новины Беларуська-Латвийская межа. Майстерство, сила духу и жадание перемогать. У Витебску стартовало першинство в области Лига «Одважных» по грек-рымской и вольной бородьбе. Сярут юнаков 2009-2010 г. на родженне. У споборництвах удельничают больше за 100 спортсменов. У забластного центра шумелена сяна глубокого и талачына. Не глядячи на тое, что споборництвы молодые Лига «Одважных» поспела набыть популярность у юных спортсменов. Дарыч, это совместный проект, который реализует Беларуська федерация бородьбы при патрынце президентского спортивного клуба. Ребята сильные в этом году. Проводятся соревнования для популяризации греко-римской борьбы. Со всей области приезжают спортсмены. У нас много школ в области. Эти соревнования проходят в каждой области. В каждой области отбираются, да, и потом идет борьба. В том году были эти соревнования. С Россией также борются команды нашей Беларуси. И потом по ходу всех соревнований выявляются чемпионы. Борьбой я занимаюсь уже 4 года. Планы на эти соревнования, стать первым и поехать на Лигу Храбрых. Думаю, я готов. Тренировки у меня проходят каждый день по 2 тренировки. Я участвовал на фестивале. Это республиканский турнир отбора на Европу. Я его выиграл и также участвовал на Европе. По выниках регионального отбора спортсмены сформируют сборные команды, которые представят полночный регион на республиканском этапе Лиги Адважных, который пройдет в столице Беларуси. Бажные и самые интересные новины жизни Витебской области доступны в интернете. Особные сюжеты и целые выпуски новин, актуальные и популярные проекты телерадо-компании Витебск, можно знать на официальном сайте ВТВ. Заходьте и подписывайтесь на наш YouTube-канал. Долучайтесь до нас в социальных сетках и мессенджерах. Выпуск новин на этом завершен. Я с вами развитываюсь. Бывайте здоровы! Субтитры делал DimaTorzok Температура по ветру ночью плюс 9-14, днем 20-25 тепла. У Витебску ночью невеликая, днем переменная в облашность, без истотных опадков. Ветер поудневый 4-9 метров за секунду, порывы до 14 метров за секунду. Температура по ветру ночью плюс 11-13, днем 23-25 со знаком «плюс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»!